Народ, всем привет, всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами про ВК-7201 и Е100. И конкретно, ребята, что же выбрать сейчас после ребаланса танков 10 уровня в обновлении 10.3? Я не буду выдаваться подробностей, что там по мелочам случилось с двумя этими машинами, я лишь скажу основное. Я вот могу сказать, что у Е100 увеличилось код и прям стало капец. Как долго там 16.7 по-моему, если я не ошибаюсь, вот с таким оборудованием. И стала альфа, наверное, это теперь самый альфовый танк в игре, ребята. Ну, по-моему, кстати говоря, уменьшение ДПМ, если я не ошибаюсь. КД, да, вы видите, 16.7 секунд, но зато альфа 680. Вот, если мы с вами будем говорить про ВК-7201, то тут, пацаны, альфа наоборот уменьшилась и превратилась в альфу 600. Если говорить про среднюю, про ББшку, и, по-моему, ДПМ увеличился у этого танка. Также нам говорят, что вроде как зашили броню в щеках башни. Но я, честно говоря, ребят, на себе этого не заметил. Если я не ошибаюсь, ребят, теперь ВК-7201 можно сделать еще более подвижным и поставить улучшенную подвеску. Чем мы, собственно говоря, и займемся. Он как будто бы более интересен для меня, чем Е100. Давайте обо всем поподробнее. Все-таки сначала покатаем, а потом уже будем делать вывод. Предлагаю, наверное, на сотки. Альфа 680, это, конечно, здорово. У него практически как у 268. У 268 690 здесь 680. Но все равно, ребята, ну 16.7 секунд. Ягода быстрее кодешится с ее средней альфой и 800. А что один, что второй танк прибивается в нижний броня лист. Ну, разве что у соточки хп побольше. Так. Эшелон. Будет круто, если получится отыграть ТТ направление. Но там 2 ПТ. Ну, хотя бы не 3. Вчера на стриме абсолютно с этого же респа Е4 врага стоял в кусту. Надеюсь, что, ребята, наш Е4 не будет так делать. По-моему, хп стало больше. Но я, ребята, тут могу ошибаться. 2 750, это прям выглядит как-то так достойно. Особенно, если посмотреть на 215, у которого 2 300. Ну, выглядит неплохо. Нижний броня лист вроде бы доворачивал. Не помогло. Да-то вы не спешите, пацаны. Да ты не спеши, Хэвик. Ты там, в принципе, можешь подольше посмотреть. Сзади у нас еще тяж. Не дай бог он думает сюда приехать. Тут же стреляют. Так, прекрасно. Е4, возьми на себя немножечко, пожалуйста, урончика. Ну, не настолько же, откроведа. Ты чего? Отлично. Так, 2 300. Угу. 2 300 на стрелы. Ну, надо еще пару тычек хотя бы выдать. Давайте вот так вот попробуем. Ну, попробовали отлично. Так, все, можно ехать, потому что ПТ-шка, ребят, с правой стороны и абсолютно никоим образом нам не будет мешать. Теперь надо фугасом было. Ну, ладно. Не буду. Ну, неудобно, ребят, мне стрелять в этого пацана. Ну, тут уж извините, ребят, броня не пробита. Отверну неподходящий момент. Так, а давай я тебя подожгу. Получится мне это сделать? Даже, слушай, не кританул топливный бак. Ну, 3 200. Такой нормальный бой, в принципе, там, где мы должны были быть, мы там и были. Отлично, 779. Ну, прям альфа, конечно, четко прошла. Нет, приятная машина. Есть ощущение, что соточка как будто бы сейчас такая, знаете, более осторожная, более, возможно, для новичков подойдет. Потому что есть большая альфа, есть время подумать, есть время пока дэшиться. Ну, конечно же, танк для того, чтобы играть, ну, со своей командой. Там ни в коем случае ни в одного на направление. Так, ну, 4 700 дать получилось. Кстати говоря, это топ-результат. Ну, соточка, вот это вот, ну, да, был с умом. Ну, выцеливал не в тупую, стрелял просто мне в отместку. А кого-то там выцеливал и пытался добрать. Хорошо. Е100. Молодец. И снаряжение стоит таким образом. Ну, по-другому. Ну, я считаю, что на ВК смысла катать нету. В альфа-рамовые сердечники обязательно. Универсальная ремка и адреналин. В амуниции я поставил улучшенное топливо. Раньше у меня стояла, если я не ошибаюсь, усиленная навесная защита. Но хочу, чтобы вот это вот улучшенное топливо работало в паре вот вместе с улучшенной подвеской. Вот, прям хочу результата. Вот, если сравнивать два эти танка, ребят, то могу сказать точно, что сначала вы прокачиваете себе Е100, а уже потом ВК-72. Ну, он просто, ребят, сложнее. И за своей задней башней... Спасибо, ребят, за подписку. И за своей задней башней, из-за того, что нужно, ну, не так отворачивать, не так выбирать позиции, как на Е100. И будет от этого немножко сложнее. Так, нас три, там два танка. Ну, я, наверное, все равно в город поеду. 13,5 секунд. Прошу обратить внимание, это, ребята, прям... Это прям очень быстро по сравнению с Е100. Там 16,7. То есть на 3,2 секунды. Ну, мог бы, конечно, попробовать, но что-то я не стал рисковать. Тут, мне кажется, выйдет кто-то. Хорошо. Это было хорошо. Я видел, просто сломалось дерево. ВЗ-55 ты бы, так бы, наверное, не агрессировал бы, я так думаю. Надо, конечно, не лениться. Ой, 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 а где твой хп? 215, объясни, пожалуйста. Если он туда прижмется, да, все, я, наверное, его не достану теперь. Хорошо. Лесто, спасибо за патч еще раз. Не стал я, ребята, выцеливать. Этим фугасом, потому что он просто мог бы не успеть. Или дать там на 300, на 400, зачем мне это? Ой, 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 ой. Слушай, ну смотри, танчу. Что-то никто не хочет почему-то на меня голду заряжать. У меня вроде есть хп, может быть, еще постреляю. Чего? 498! Чтобы не добить! А, кстати, 1-3. Что-то я, по-моему... По-моему, я тут не выиграю, скорее всего. Ладно, 1-4. Не-не-не, не так нужно было доворачивать. Нужно прям, чуть ли не прямо становиться. Офигеть. Вот в этом смысле, конечно, сердечники очень сильно, ребят, решают. Они помогают прям. Ну и надо пробивать. Их самая главная фишка, это, конечно же, в этот момент пробивать танки. Так, что, наверное... На Ягу надо поехать. 5000 урона есть, это больше, чем на Е100. Это очень хороший бой, ребят. Мне прям он понравился. Ну, я же уже давно говорил, что ВК-72001 мне нравится больше, потому что он, если ты его понял, он как будто бы имеет выше потенциал. 5500 урона, ребят, прекрасно. Еще 4 фрага и мастера нам дали, пацаны. Это в 7.30 утра, на секундочку. Вот. Я для себя выбираю в этом противостоянии, естественно, ВК-72001. Но, говорю точно, ребят, что если вы новичок и у вас этих двух танков нет, то для начала стоит поиграть на Е100, а уже потом, посмотреть, как он тебе зайдет. Вот. И уже потом играть на ВК-72001. Если все хорошо, будет сот. У меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставь лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok